Всем привет! Это Puzzle English, я Оля. Знаете ли вы о таком понятии, как small talk? Из значения слова угадывается формат короткой беседы. Small talk — это непринужденный разговор на отвлеченные темы, без обязательств и договоренностей. В русском варианте можно назвать такой формат светской беседой. В большинстве англоязычных стран в определенных ситуациях нормально и необходимо вести светскую беседу. Это инструмент для создания дружественного настроения. Буквально «разбить лед». Это устойчивое выражение, которое как раз означает ваше намерение сделать первый шаг для общения с кем-то, кого вы встречаете впервые. Обычно лучший способ растопить, разбить лед с кем-то — это предположить, что никакого льда с самого начала и не было. С помощью таких бесед можно избежать неловких пауз, скоротать время в очереди, в общественном транспорте. Просто приятно провести время в абсолютно любом месте и в любой ситуации. Вечеринка, бизнес-встреча. Вы можете познакомиться с нужными людьми, получить о них первое представление, в том числе с помощью косвенных сигналов — как человек держится, улыбается ли, какие интонации использует, и порой найти приятного собеседника для более содержательного общения. Самое сложное в «small talk» — это с чего начать разговор. Давайте разберем «conversation starters» — темы для начала разговора, чтобы понимать, как же создать эту легкость. Есть определенные безопасные темы, на которые люди обычно ведут светские беседы. Погода — это тема номер один, которая обсуждают люди с разной степенью знакомства, от незнакомцев до друзей и родственников. Ну как же начать? Вы можете задать такой вопрос. Как вам эта погода? Или зарядить вопрос с позитивным настроением, с открытой темой для обсуждения. Прекрасный день для прогулки, не так ли? А можно выдвинуть предположение, тем самым также пригласить собеседника к обсуждению. Похоже, пойдет дождь. Или немного в игровой форме. Это вы заказали солнечную погоду? Еще одна тема, которая в целом безопасна — текущие события. Главное — не касаться спорных вопросов, связанных с политикой, религией, здоровьем и личной жизнью. Вы можете задать общий вопрос, поняв по ответу, что человеку интересно. Вы слышали о том большом пожаре в Санкт-Петербурге? Новости и развлечений. Еще одна хорошая тема. Тут раздолье. Вы можете говорить о хобби, кино, спектаклях, знаменитостях, новостях из сферы культуры, спорта, музыки и моды. Главное — найти общие точки пересечения. Что насчет команды Team Spirit? Как вы думаете, они победят сегодня вечером? Ну и главная подсказка — ориентируйтесь по обстановке. Тема может возникнуть ситуативно. Например, на вечеринке вы можете задать вопрос про место или блюдо. Довольно приятное место, да? Вы пробовали эти бутерброды с лососем? Аж слюна потекла. Или, если у вас есть общий знакомый, вы можете спросить. How do you know Mary? Откуда вы знаете Марию? Еще хороший вариант — начать беседу с комплимента по поводу одежды или прически. Однако никогда не следует говорить что-то хорошее или плохое о теле человека. Если, конечно, вы не на слете бодибилдеров. Вы можете отметить, например, головной убор. Что за шляпа? Или отметить внешний вид в целом. Конечно, умение искусно болтать предполагает практику. И хорошо, что small talk не требует сложных предложений. Можно задавать простые вопросы. Главное — найти общие интересы с собеседником и получать положительные эмоции. Еще хотела бы вам рассказать о другом формате легкого, непринужденного общения, когда целью является романтическое знакомство. Например, в баре, кафе, в любом другом публичном месте. Для этого используются уже другие стартовые фразы, и называются они chat-up lines. Chat-up — поболтать с Тевиуму познакомиться, заигрывать. В разговорной речи это то же самое, что подкат. Бывает, что в chat-up lines есть доля шутки, или флирта, или того и другого. Давайте разберем несколько для наглядности. Самые простые могут звучать без какого-либо окраса. Привет, как тебя зовут? Или Ты часто здесь бываешь? Клянусь, я видел тебя раньше. Или, например Градус фраз может быть и выше. Здесь жарко, или это все из-за тебя? Здесь игра слов. Hot в значении жарко в помещении, и hot в значении привлекательной, красивой внешности. Ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне еще раз пройти мимо? Мне нравится этот вопрос, потому что в нем есть доля юмора и смелости. Вы наверняка слышали о любви с первого взгляда. Love at first sight. На этой фразе говорящий предлагает снова пройти мимо. Если вдруг человек не верит в любовь с первого взгляда, возможно, любовь со второго или третьего. И последний пример. Вот и я. Какие были ваши два других желания? Здесь идет отсылка к Джину и исполнению трех желаний. Говорящий думает, что он или она настолько невероятный, что это похоже на исполнение желаний. Теперь осталось еще два желания. Надеемся на удачный финал. Это всего несколько примеров. Искусство пикапа безгранично. Друзья, на сегодня у меня все. Практикуйте small talk на английском и, возможно, начните chat up. И делайте это с удовольствием. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!